Всем привет! Сегодня у меня для вас новое видео с распаковкой моих посылочек. Как всегда, много разного интересного. Ссылочки на все найдете в описании. Первая посылочка называется «Веселые роботы. Строй, играй, развивайся». Здесь конструкторы. Три разных вида. Робопес, пылесос и каракатица. Заказывала на Wildberries. Вот так вот все пришло запаковано. Артур у нас очень любит Lego. Если вы смотрите меня регулярно, то вы уже знаете об этом. В этот раз увидела вот такой вот вариант. Решила заказать 8+. В комплекте имеются отвертки специально для того, чтобы собирать. Робопес, робокаракатица, робопылесос. Плюс то, что имеются батареечки. Сразу все входит в комплект. Еще одна отвертка. Ого, как их много. Далее сами конструкторы. Каждый конструктор в отдельном пакете. Я не знаю, какой конструктор Артур захочет собирать первым. Давайте откроем какой-нибудь один и посмотрим. Мне почему-то очень хочется открыть именно самый большой пакет, где имеется какая-то бутылка. Посмотреть, как все это выглядит. Надеюсь, Артур в итоге остановится на нем и решит его первым собрать. Внутри данного пакета какая-то бутылка объемчиком 250 мл. Далее идут детали, сетка, перфорация и инструкция по применению. То, как это нужно собирать. В данном случае я открыла робопылесос. Инструкция подробнейшая. Все легко будет собирать. Сейчас я отдам этот конструктор Артуру. Пусть он его собирает. А уже буквально через пару секунд вы увидите результат, который у него получился. Вместе с Артуром мы собрали конструктор. Я сидела рядышком и наблюдала, а он практически все сам собирал. Я только чуть-чуть подсказывала. В некоторых местах помогала. Это у нас робопылесос. Принесла мусор для того, чтобы показать, как он работает. Вот, включаем. Моторчик заработал. Все засасываем. Вот, как видим, все хорошо работает. Конструктор собрали. Очень нам понравился. Артур, как тебе? Классно. Осталось теперь у нас еще два конструктора. Их мы уже соберем позже. Если интересно будет узнать, какой результат у нас получился, спрашивайте, я расскажу в комментариях более подробно. Ну, или покажу в своем телеграм-канале. Следующая моя покупочка, это увлажнитель воздуха. Вот такой вот огромный. Вы не представляете, как давно я себе хотела большой увлажнитель воздуха, который можно будет поставить в комнату. И не бегать каждые пять минут, доливать в воду. И, наконец-то, я его нашла. Особенно ярко выражена нехватка влаги в доме. Я ощутила зимой. Да, вы можете сказать, что сейчас уже это идет на спад. Но это самое время для того, чтобы купить увлажнитель воздуха. Сейчас на него цена самая выгодная. Заказала на Wildberries, где имеются наклеечки осторожно хрупкой. Куда это очень хорошо упаковал. Внутри еще имеется уплотнительная штука. Первое, что я здесь вижу, инструкция по применению. То, как нужно этим пользоваться. Далее идет сам увлажнитель. Снизу также имеется уплотнительная штука, которая предотвращает устройство от повреждений при транспортировке. Один из первых плюсов, на которые я обратила внимание при заказе, это то, что огромная чаша. Здесь помещается аж целых 4 литра воды. Также он многофункциональный. Здесь много режимов. Один из самых главных плюсов. У него имеется пульт управления. Можно пользоваться увлажнителем дистанционно, не подходить к нему. Сзади имеется кабель. Очень длинный. Все хорошо запаковано. Кто как этот увлажнитель смотрится со стороны. Как он выглядит в рабочем виде. Очень мне понравился. Увлажняет он очень хорошо. Пара выходит много. Хватает его надолго. Не нужно часто заливать. Залили этот увлажнитель и забыли про него на долгое время. Если ищете хороший достойный вариант, рекомендую. Данная посылочка заказана на Валбер. Здесь у меня идет женский топ белого цвета. Хлопок 95, лайкра 5, цвет молочный. Размер 44-46. Я уже вам показывала подобный топ. Заказывала я предыдущий на Озон в черном цвете. Но тогда, когда я оформляла заказ, также заказала вот такой молочный на Валберис. Для того, чтобы их сравнить. Первое, что я вижу, качество хорошее. Топ в рубчик хлопковый. Вверху имеется отворот. Сшит в два слоя. Все хорошо сделано. Ниточки не торчат. Строчки ровные. Кань приятная. И вообще данный топ сейчас в тренде. На пике популярности. Не смогла обойти стороной. Этот тренд и заказал себе данный топ. Ну и давайте покажу то, как он смотрится на мне. Мне очень понравилось. Сидит он хорошо. Ничего не сползает и не задирается. Находится в нем комфортно. Ткань хлопковая. Тело дышит. Цена у данного топа ниже, чем у многих других представленных на Валберис. В целом, мне очень понравился топ. Рекомендую. Еще одна моя вещевая покупочка. Рашгард. Заказывала на Валберис. Размер М. 42-44. Состав полистер 82,5. Спандекс 17,5. Заказывала я данный Рашгард по размерной сетке. Давно хотела себе подобной. У меня не было. Мне нужно было для занятий спортом. Сделала данный вариант и решила заказать. На модели все это выглядело красиво. Мне понравилось. Я также вижу, продавец положил в подарок резиночку. Очень приятно. Рашгард приятный. Ткань очень мягкая, приятная на ощупь. Вверху все хорошо сшито, обработано. Строчки ровные. Ткань плотная, не сопливая. Замок хорошо пришит, не топорщится. И замочек расстегивается хорошо, не заедает. Воротник тоже хорошо обработан. Причем плюс данного Рашгарда это то, что у него длинная рукава. Имеется прорезь для пальца. Возможно многие это не любят, но мне данный момент очень нравится. По традиции показываю, как вещь смотрится в деле. Мне нравится, как это смотрится на мне. Сидит хорошо. Прям по фигурке, как я и хотела. Ничего нигде не висит и не мешает. Ткань эластичная. Телу приятное, заниматься спортом в нем одно удовольствие. Следующая моя покупка. Чокер колье жемчуг. Размер 15 на 12 сантиметров. Состав сплав цвет белый. Заказывала на Валдере. Все пришло хорошо запаковано, а внутри все это выглядит вот так. Очень интересные бусики. Чокеры. Я планирую их носить либо с рубашкой, либо с каким-нибудь черным платьем. И я думаю, данные бусы эффектно будут смотреться в деле. Сделаны хорошо. Показываю то, как данный чокер смотрится на мне. Я считаю, что очень интересно и необычно. Нравится результат. Ожидание соответствует реальности. Нравилось. Ну, а как это смотрится по вашему мнению, обязательно пишите в комментариях. Ну, и, конечно, я также не смогла сегодня обойти стороной братьев наших меньших. Купила тоннель прямой для кошек. Вы знаете, насколько у меня активная и игривая кошка. Очень ей нравится. Она мне все пальцы, все руки, все исцарапала. Я каждый раз ломаю голову, чтобы ей такое прикупить. Заказать для того, чтобы ей было не так скучно дома. В этот раз увидела данный тоннель. Все пришло хорошо запакованным, завязанным. Удобно будет хранить. Ой, я еще не успела развязать. Он уже разворачивается. Смотрите, опачки. Сам развернулся. Здесь, конечно, плохо видно, но я обязательно вставлю попозже. Кадры. То, как это смотрится со стороны в деле. Чтобы вы смогли посмотреть полностью. В краю имеются пумпошки. С одной стороны. С другой стороны нет ничего. И также сверху имеются два отверстия, через которые кошка может выбегать, если ей этого захочется. Хороший тоннель. Мне понравился. Рекомендую. Ну и показываю то, как кошка играет в данном тоннеле. Как он смотрится со стороны. Мне нравится. Кошка в восторге. А это значит покупка удачная. Пользоваться мы ей будем. Она нам пригодилась. Следующая моя покупка пятновыводителя. Вандерлав. Эко пятновыводитель. 0,55 литров. По две штуки. Вот так вот все пришло хорошо запаковано. Я еще не скрывала, не смотрела. Заказывала на Озон. У данного пятновыводителя были положительные отзывы. Да и плюс я в Вандерлав уже попробовала несколько продуктов. Очень хорошо работают. Сколько вот перепробовала. Еще пока ничего плохого не нашла для себя. Те средства, которые заказывала, эффективные. Этому активно изучаю. Заказываю себе что-то новенькое. Хорошую химию по бюджетным ценам. Трудно найти. Вандерлав это одни из тех, чья продукция мне нравится. Сделаны из овощей и фруктов. Видимый результат с первого применения без отбеливателей, фосфатов и хлора. Нам доверяет природа. Биомикрогель. Что как нужно пользоваться. Этот у меня идет пятновыводитель для жирных пятен. А в данном случае идет пятновыводитель для цветных пятен. Тоже сделано все. Без шоколада, кофе, ягод, пина, травы и крови. Отбеливатель и фосфатов. Новая формула. Идивительные эффективные средства. Если интересно, можете поставить на паузу и ознакомиться более подробно. В данном случае вообще ничем не пахнет. А здесь? Здесь тоже вообще нет никакого аромата. Это удивительно. Что-то с чем-то прям необычно. Не пахнет никакой химией. А если еще и работает хорошо, будет супер. Если интересно узнать, как работает, прошу, я в комментариях расскажу более подробно. Также в комплекте имеется дозатор с прозрачными крышками. Видимо, чтобы было видно то, как здесь происходит внутри процесса. Носик открывается, закрывается. И также можно здесь повернуть, отрегулировать как нужно. Пока все нравится, буду пользоваться, проверять, тестировать и узнавать, как это работает. И последние мои покупочки. Покажу сразу все четыре. Не буду тянуть. Здесь у меня солнцезащитные очки для моих деток. Выбирали чисто по дизайну. И все они, как вы видите, приехали даже по-разному запакованы. Первое, что здесь вижу, очки цвет бордовый. Красненькие очки. Вика их себе сама заказывала. Надеюсь, они не будут маленькими по ширине. Если будут маленькими, будет немножечко обидно. Пластиковые. Но, наверное, все-таки будут маловатые, я так думаю. Хотя в деле смотрится очень мило с бантиком. Цена была у них бюджетная. Они все примерно стоили где-то плюс-минус 200-300 рублей. Вторые очки идут с сердечками. Тоже для Викуси. Тут уже запаковано немножко по-другому. Эти очки выбирал Артур для нее. Они ему понравились. Он сказал, я хочу ей эти выбрать. А все почему? Да потому, что она ему тоже очки выбрала первая. И он такой говорит, я тогда ей тоже очки выберу. Типа крупнее вроде как. И смотрится более солидно, более серьезными такими. Не скажешь, что это детские. Третьи очки идут зеленые. Собственно, которые Вика и заказала Артуру. Они хуже всех запакованы. Очень странно. Ни пакетов, ни пупырки, ничего. Просто пакет скотчем перемазанный и все. Зеленый черный кристалл. У продавца были другие расцветочки всех этих очков. Эти очки выбрала Вика. Они прям такие вот плохого качества, я бы сказала, заляпанные. Где-то здесь пошорканные. Думаю, для детей на первое время пойдет. Хотя я бы не рекомендовала вообще носить пластиковые очки деткам. Но уж им хочется. Они особо их носить-то не будут так ради интереса. Эти очки покрупнее. Можно даже на взрослого натянуть. Они широкие. И последняя посылочка на сегодня. Здесь у меня очки, которые Артур сам себе выбрал. Но, по-моему, они будут маленькие по ширине. Хотя, не знаю. Что-то мне подсказывает, как будто бы эти очки одной фирмы, что ли. Нет. Разных фирм просто так показалось. Здесь очки коричневые. С стеклами-авиаторами. Но, наверное, маловатые. Все-таки для малышей они больше. Сделаны хорошо металлические. Прям красивые. Даже с рифлеными дужками. А на этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Ссылочки на все найдете в описании. Спасибо за внимание. Всех целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok